С одной стороны, в стенах Ковчега Пола Вольера не нужно представлять, с другой стороны, у нас есть новые участники, поэтому я тут и скажу несколько слов. Профессор Пол Вольер преподает в Баттнер-Университете в штате Индиана, вселенный известный ученый, ряд его фундаментальных книг известен о большей монографии о богословии Гулгакова, отца Сергия и Соловьева. Также его многочисленные исследования в области истории, православной мысли, богословия, философии. И для нашей темы сегодня релевантна особым образом его монография, которая была издана в Кембридж Пресс в 2012 году. Точное ее название «Conciliarism – History of Decision-Making in the Church» «Соборность – история принятия решений в церкви». От Иерусалимского собора до XX века. И вот вы понимаете, насколько актуально после того собора, который совершился в июне на Крите, все православного собора, для нас услышать экспертом о применении соборности принятия решений в истории церкви и в реальной, нынешней, актуальной жизни. Тема лекции, которую мы сейчас услышим, связана с эпическим измерением соборности. Доклады, в частности, о теме этики и права, полувольера мы публиковали в переводе в сборниках ускоренских чтений. Немало есть в интернете. Но самое главное, что есть возможность реального общения. Готовьте ваши вопросы. Слово «полувольера». Спасибо. Спасибо. И позвольте мне еще раз благодарить Константина Шаризовича и всех его коллег за приглашение присутствовать здесь, лично участвовать в летнем институте. Для меня всегда большая радость провести две недели летом здесь, на площадке нашего института. Я очень хотел бы отблагодарить Юрия Анатольевича за отличный русский перевод моих английских текстов. Мой предмет на сегодня – соборность и соборы в современном православии. Я буду читать два доклада сегодня об этической реальности соборов и завтра об вопросе, Существует ли в православной церкви теория соборности? Я написал оба доклада до недавнего Всеправославного собора. Конечно, собор теперь уже состоялся, и мы можем обсуждать его. Я надеюсь, что доклады будут вам полезны в деле собственной отчеты соборной жизни вашего человека. Так, этическая реальность соборов. При обсуждении соборности слишком редко принимается во внимание этическая реальность соборов. Мы отвлекаемся на церковно-политические аспекты соборов или сосредоточиваемся прежде всего на вероучительном или каноническом содержании соборных дискуссий и решений. Это все, конечно, важно, но не должно заслонять этическое содержание соборной практики. Соборы могут и должны быть проявления христианской этики, то есть красоты общения. Сегодня я хотел бы, правда, обсудить три аспекта этической реальности соборов. Этическую значимость соборов для церковной иерархии. Второе. Этику принятия решения на основе консенсуса. И третье. Собор как призыв к действию. Завершу я несколькими замечаниями о соборах как средства церковного управления. Первый аспект. Соборы и иерархия. Соборное обречение влияет на восприятие, в том числе, самовосприятие иерархии в церкви. Православные соборы, как правило, были епископскими соборами, а это могло подразумевать, что соборность в православии некая вспомогательная функция иерархии. Однако этот вывод сделан без уточнений или нюансов ошибочек. На соборе все епископы сидят рядом со своими собратьями-епископами. Никто здесь не первый принц, не глава тела, каков каждый из них в своей гепархии. Каждый епископ на соборе только член соборного тела. Здесь осуществляется равенство. Иерархия, так сказать, горизонтализируется собор. Епископ больше не старший брат, но просто брат. Прекрасный пример этого – портрет Петра в новозаветном повествовании от Евангелия до Деяний апостолов. История Петра важна для определения епископской иерархии, потому что в православии Петр – это прототип епископов, всех епископов. Отвергая римско-католическое учение о римском епископе как уникальном кремнике Петра послужения, православная экклезиология рассматривает каждого законно избранного и рукоположенного епископа церкви как занимающего кафедру Петра и наследующего его достоинства. И каким достоинством Новый Завет наделяет Петру, надедает Петра? Он первым исповедал Иисуса Христом. Он глава апостольского братства. Он провозглашает первую проповедь в церкви на дне Пятидесят власти. Он основоположник миссии язычника. Во всех этих функциях он служит примером для тех, кто в качестве епископа сидят на него кафедры. Однако теоретики Петрова епископства должны принять во внимание и заключительный эпизод служения Петра в повествовании Нового Завета, то есть его роль над собой апостолов и старейшем в Иерусалиме, где обсуждались принципы церковной миссии язычника. Пятнадцатая глава Деяния апостола. Речь Петра собравшимся на собор начинается с обращения братья. Яков, брат Господень, также в последний раз в Новом Завете упоминается здесь, в этой сцене, как и Петр. Его речь начинается так же, как и Речь Петра, братья. Прекрасно и, можно сказать, вдохновляющее, что последнее в повествовательной части Нового Завета изображение Петра и Якова рисуют их как братья, сидящих рядом с другими братьями на соборе. Джокер, прототип епископа, и Яков, прототип предстоятелем, покидают новозаветную историю не как старшие братья, а как просто братья, члены соборных. Фактически, соборная практика обычно не следовала этому образцу. Властные иерархи в прошлом и настоящем часто находили способы господствовать. над соборами и использовать их в своих целях. Великие предстоятельские кафедры древней церкви, такие как Рим и Александрия, часто именно так относились к соборности. Существует напряжение между соборностью и предстоятельством, между управлением многими и управлением одним. Этот антагонизм – вторичное проявление первичной напряженности негой трещины в самой концепции первенства. Отец Александр Шмен определяет первенство как примат такую власть, которая превышает власть епископа, ограниченную его эпархией. Но характер и основы этой власти отнюдь не самоочевидны, так как с точки зрения свершения таинств предстоятель примус просто епископ. В церкви три духовные сана – епископ, пресвитер, дьявол, а не четыре. Строго говоря, ни одна из форм первенства папская, патриаршая или митрополития не включает в себя харизму или достоинство более чем у других епископов. Следствие этого принципа для соборности достаточно ясное. В истории церкви соборы появились как епископские собрания многих равных участников, а не как средство управления подчиненное первому епископу фимус. По-видимому, не случайно соборная практика в древней церкви возникла в местах удаленных от великих апостольских престолов. В Риме и Александре возникла и развилась идея предстоятельства в христианской церкви. в Малой Азии и в Африке царила соборность. Существование по-обо множества епископских центров в провинциях способствовало развитию соборности. Африка была особенно благоприятной средой для соборной практики, потому что африканская церковь имела непропорционально большое количество епископов. Кроме того, хотя епископ Харфагенский выделялся среди своих собратьев как столичный епископ, он не мог претендовать на апостольское основание своей церкви. Так что все его преимущество носило практический характер. Киприан самый выдающийся из карфагенских епископов подкодил коллегиальный дух африканского епископата, когда говорил своим собратьям, что, цитирую, никто из нас не выставил себя епископом епископов. И все же напряжение между соборностью и предстоятельством не означает, что они исключают друг к другу. Между ними есть связь. Отец Александр Шлемен говорит об этом в статье о понятии первенства в православной экклезиологии. С искренностью, которая была свойственна ему среди других многочисленных его достоинцев, Шлемен начиная статью с утверждения, что, хотя феномен первенства хорошо известен в православии, цитирую, экклезиологическое истокование первенства практически отсутствует в православном православии. Конец цитаты. Ниже в той же статье он говорит то же самое о соборах. Цитирую, в православном сознании собору отводится обычно от исключительного по своему значению места, от классического описания православной церкви как церкви семи вселенских соборов до современной теории, согласно которой все управление церкви должно быть соборным. Между тем, в нашем богословии очень мало сделано для определения экклезиологической сущности и функции соборного. Конец цитаты. Другими словами, православная церковь не имеет ни продуманной теории первенства, ни продуманной теории соборности. Пошмел. Имея в виду сразу оба эти недостатка, Шмел предлагает следующую формулировку. Цитирую, указанная связь между церквами в таинстве поставления епископа, в таинстве поставления епископа приводит нас к первой и основной форме первенства, или вернее к условию и основе первенства, к собору епископа. Соборность, синодалность как основа первенства? Можно привести множество примеров из практики православной церкви, свидетельствующих об обратном. собору. Но, если вспомнить, как возникли соборы, логика формулы Шмелана станет ясна. Соборы, вероятно, произошли от епископов собраний, имевших целью хиротонию новых епископов. Хотя в древней церкви епископов избрало их паства, рукополагали их епископы соседних церквей. С самого начала такое признание в разных местах имело большое значение для единства веры и церкви. Впоследствии, когда возникали проблемы в жизни церквей конкретных регионов, вполне естественно было использовать для их решения епископское собрание. Со временем, особенно в христианской римской империи, эти собрания по случаю приобрели более фиксированную форму регулярных собраний, созванных епископом региональной метрополии, так что создавалось впечатление, впечатление, что собор зависит от митрополии. Однако, если мы богословский осмыслом это явление, верным окажется обратное. Цитирую Шняна, в соборном институте лучше всего выражается общий принцип первенства церкви. Конец цитаты. Другими словами, предстоятель Белсобора или предстоятель чей собор лишь номинален, или такой же предстоятель, который диктует свою волю, своему собору, он не есть настоящий первый, настоящий примос подлинно христианском смысле. Короче говоря, здоровая соборность важна для духовного здоровья иерархии. Без соборной практики иерархия порождает этику предпочтения и почтительности, которая противоположна церковному практику. Иерархия начинают восприниматься и воспринимать себя как своего рода монархию, давая начало порогам деспотизма. Соборность служит противоядием от этой болезни, хотя и несовершенной. Соборы по определению эпизодичны и периодичны, а иерархии как и нищие всегда с нами. И все так. Честные соборы обновляют иерархию. Это важное проявление этической реальности собора. Перейдем к второму аспекту этической реальности собора. Принятие решений на основе консенсуса. Соборы приобретают этическую значимость и от того, как они принимают решения, а именно на основе консенсуса. Практика консенсуса являет этакой вратства применительно к принятию решений в церкви. В последние годы православная церковь выступает решительным сторонником идей, что принятие решений на основе консенсуса может церковный характер. Сдвиг в сторону консенсусного принятия решений в центральных органах Всемирного Совета Церквей в последние десятилетия произошел главным образом, потому что православные члены Всемирного Совета Церквей настаивали на нем в качестве условия продолжения их участия в этой организации. то, что процесс принятия решений на Всеправославном Соборе этого года, недавнего Собора, должен был быть на основе консенсуса, также говорит пользу этой идеи в православии. Оба эти факты допускают циническую интерпретацию причину настаивания православных на консенсуса в всемирном Совете Церквей можно видеть в их разочаровании по поводу того, что они постоянно оказываются в меньшинстве по важным для них вопросам. Подобным же образом применение принципа консенсуса к Всеправославному Собору можно истолковать как цену, которую Москва взыскывает с Константинополя за отказ последнего от предложения, чтобы в Соборе приняли участие все епископы православного мира, что дало бы московскому патриархату значительный численный перевер. В падшем мире синическая интерпретация человеческих действий всегда возможна и достаточно часто по причине того, что в ней есть некоторая правда. Однако эта горькая правда не убеждает в ложности идеи принятия решений на основе консенсуса. Ее сторонники, по-моему, правы, настаивают, что это церковный способ принятия решений. Практика соборности Древней Церкви ясно показывает это. Несмотря на отдельные попытки представить дело так, как будто на Древних Соборах решения принимали сочинством голосов. Когда на них не достигалась высокая степень консенсуса, собрание не заканчивалось согласием сторон принять свечение с незначительным перевесом голосов. Ценой за неспособность достичь церковного консенсуса был взрыв собора, отвержение иногда раскол. тем не менее, способствую консенсусному принятию решений как церковного пути, не следует путать консенсус с единодушием. Несмотря на внешнее сходство, это разные понятия, порождающие различные системы принятия решений. Система, основанная на принципе единогласия, дает каждому члену собрания право накладывать вето на результат. Да? Вето. Такая система на самом деле ручная мажоритарная система. Подумайте, обе основаны на правах и голосах. Система принятия решений на основе консенсуса не строится на правах и голосах, но зависит от проницательности в его орудия, выслушивания, ответственность, терпение, молитва, любовь, самоотвречение. Принятие решений на основе консенсуса зависит от духовности содружества. Без духовности оно не действует. Этот подход можно оттенить, если учесть, что именно удерживает систему принятия решений на основе консенсуса от возврата к системе права вето. В последнем случае один или два не согласны на общем собрании всегда могут и, как правило, хотят воспрепятствовать принятию решений, решений. Но жизнеспособная система консенсуса зависит от проницательности, когда тот, кто не желает быть помехой, признает решение, которое не было бы его собственным решением. вот где требования консенсуса становятся самыми настоятельными, и вот почему в его основе должна лежать особая духовность. Для иллюстрации разницы между консенсусом и единодушием представим себе случай, который может возникнуть на будущем в Православном Соборе. Предположим, что местная церковь, скажем, Маша, под юрисдикцией одной из автокефалных церквей обратилась ко Всеправославному Собору с прослой признать ее автокефалной. Далее, предположим, что после рассмотрения до и во время Собора все соборные делегации согласились удовлетворить это прошение за исключением одной, а именно делегации той церкви на канонической территории, которой должна быть создана новая автокефалия. Обязана ли эта одна церковь отойти в сторону и позволить автокефалии состояться? Ответ безусловно нет означал бы, что все православные соборы превращаются в собрания на основе права вето, а не на основе консенсуса. Понимаете? Означает ли это, что консенсус простое, другое название для подавляющего большинства? в некотором смысле права. Но это не означает, что принятие решений на основе консенсуса другое наименование мажоритарной системы. Почему? Несмотря на семантическую связь, большинство и подавляющее большинство обозначают непоставимые явления. Когда представительный орган из, скажем, 100 голосов одобряет некую меру путем голосования 51 голосом против 49, а другую меру 99 голосами против одного, эти два действия говорят нам нечто совершенно разное об этом собрании. В первом случае 49 51 в этом случае мы узнаем о балансе политических сил по спорным вопросам в этом содружестве сообществе или сообществе. Во втором случае мы узнаем нечто о фундаментальных убеждениях и это все содружества и сообщества в целом. слово слово большинство имеют в обоих случаях разный смысл и можно провести семантическое различие называя второй случай примером консенсуса. принятие решений на основе консенсуса вызов для тех церквей, которые пытаются осуществить его на деле. Для протестантских и англиканских церквей вызов состоит в том, чтобы перейти от квазипарламентского принятия решений к консенсусным подходам, не жертвуя неоспоримыми достоинствами парламентаризма, такими как способность к решительным действиям. Для православной церкви вызов заключается в том, чтобы отличить подлинный консенсус, нечто, во что все участники вносят свой вклад и волос от конформистских и авторитарных подделок. Третий аспект этической реалности собора – это их надселенность на действия, в отличие от ориентации на теорию. Соборы не симпозиумы по теоретическим вопросам, но совещания призванные удовлетворить практические нужды церкви. Они делают это не просто обсуждают их, обсуждая их, но принимая конкретные меры. Этика действенно и соборы, действуя в ответ на нужный церквь, приобретают этическое значение. Все это ясно само собой, не так ли. Но несколько случаев из современной православной жизни покажут, что это не так просто, не так ясно. Первый случай касается отношений между православной церковью и ориенталными церквами. Этот давний раскол на христианском Востоке, начавшийся христологическими спорами на Халфейдонском Саворе 5-го века, был предметом продуктивного экономического диалога в течение нескольких десятилетий, начиная с 60-х годов. В течение некоторого времени между богословски образованными вождями по обе стороны раскола существовало согласие, что важнейшие вероучительные проблемы, разделяющие обе традиции, разрешены. Иными словами, учения обеих традиций, если их правильно понимать, оказываются двумя способами выражения одного и той же православной веры. Так было заключение этого официального дела. Как сформулировала эта смешанная комиссия по диалогу в 1993-м году, цифирую, в свете наших четырех неофициальных совещаний и последовавших затем наших трех официальных встреч, мы поняли, что обе семьи терпей верно сохранили подлинно православное христологическое учение и неразрывное преемство апостольское предание, хотя и различно употребляли христологические термины. Конец цитаты. Таким образом, нет никаких серьезных причин, по которым общение между православной церковью и ориенталными церквами не следовало бы возобновить. Однако, этого возобновления не произошло. Что же помешало им? Боязнь оттолкнуть традиционалистов? Многолетнее местное соперничество? Институциональная инерция? Не понятно. Что однако ясно, так это то, что все православные савор могут отбросить все такие причины, учтя богословский консенсус и пригласив ориентальные православные церкви на объединительный собор, на котором будет провозглашено возобновление общения. Именно к таким действиям и призванные собором. и действуют так, они проявляют свою этическую реальность. Второй случай, иллюстрирующий необходимость соборного действия. Вопрос от диакониса православной церкви. Здесь также полувековое научное и формальное официальное обсуждение ясно дает понять, что возобновление института диаконис, хорошо засветительства ванного источниками древней церкви, не нарушало бы вероучительных и литургических норм православия. Более того, оно, несомненно, укрепило бы служение православной церкви в современном мире. И не только потому, что открыло бы путь к новому служению православным женщинам, возобновление института диаконис способствовало бы обновлению и расширению диаконского служения как такового. Марганализация диаконата на фоне других видов служения в церкви, уже вполне развившаяся в поздную патристистическую эпоху, одна из трагедий церковной истории, существенно сократившая сферу служения церкви миру. Деяние всех православного собора, утверждающая диаконат для православных женщин и мужей, вдохнуло бы новую жизнь в православное служение в самых различных контекстах, где церковь сегодня присутствует слава и вовсе отсутствует. Христианская Евангелие подразумевает виду и действия. Православные богословы, утверждающие, что их церковь сохранила полноту Евангелия, что православная церковь сохранила полноту Евангелия, иногда упускают из виду, что полнота Евангелия включает в себя и действия. И действия. Соборы, безусловно, не единственное средство осуществления церковью христианского действия в мире, конечно, нет, но они одно из таких сверстов. Умоление соборной деятельности означает снижение этической серьезности Евангелия. Заканчиваю несколькими замечаниями о соборности в отношении к проблемам церковного управления. Православная церковь всегда была верна принципу соборного управления, снижениями. Но не осуществляла на деле эту верность столь последовательно и непрерывно как можно было бы надеяться. снижениями. Существует данная традиция риторически, даже поэтически прославлять соборов соборность. Без фактического собирания соборов. Сегодня, как представляется, православная церковь начинает оставить эту традицию в прошлом. Это отрадный сдвиг во времена, когда многие христианские церкви, в том числе и православные изо всех сил стараются решить проблемы управления перед лицом светских общественных и политических сил, оказывающих на христианские общины жесткое давление. Святой и Великий собор 16-го года мог внести важнейший вклад именно в область церковного правления. Иоанн Хрисавгис высказал это мнение в статье, опубликованной в американском журнале First Things, цитирую, «Возможно, самым весомым и долговечным заявлением Великого собора будет обсуждение на нем и определение относительно организации и управления православной церковью церковью во всем мире». Конкретные и конец цитаты, конкретные вопросы, о которых Хрисавгис говорил в своей статье, это автокефалия и диаспора, проблемы церковного управления, долгое время вызывавшие смущение в православном мире. Достигнул ли Святой и Великий собор ясности по этим двум вопросам? Нет, не очень. Но, если идея, которую я здесь развиваю, верна, прогресс в этом отношении будет зависеть частично от признания будущими соборами, что автокефалия и диаспора являются не только вопросами структуры, но имеют и этический вес. Решение этих проблем должно подразумевать тот вид сообщества, каким церковь призвана быть – община, воплощающая в себе соборность, то есть красоту общения. Митрополит Иларион Ольфеев также, как Шисавгис, отметил важность вопросов управления в работе Всеправославного собора. И у него автокефалия и диаспора выступают на первый план. В докладе в Свято-Владимирской православно-богословской семинарии в Нью-Йорк в 2014 году митрополит Иларион показал, насколько фрагментарный, импульсивный и политизированный характер носили способы полношения автокефалии и православными церквами в прошлом. И выразил надежду на то, что Критская собор этого года установит лучший прецедент для того, как этот вопрос должен решаться в будущем. цитирую его. В процессе обсуждения вопроса о предоставлении автокефалии в рамках подготовки ко Всеправославному собору было принято решение, что в будущем дарование автокефалии будет проходить на всеправославном уровне и участвовать в этом процессе будут все автокефалии православной церкви. Возможно, этот консенсус подготовит почву для решения болезненного вопроса об автокефалии православной церкви в Америке, кому он выступил в то время, в тот момент. Этот вопрос, так же, как и другие спотные нерешенные проблемы, должны быть решены всей полнотой православной церкви. Для решения этих проблем необходимо, чтобы не только первенство, но и соборность осуществлялись божьим образом на вселенском уровне. Будем надеяться, что на Всеправославном соборе принцип соборности будет выражен в полной мере, а первенство будет осуществляться в строго рамках принятия согласованных решений конец цитата. Что касается соборности, это утверждение примечательных в нескольких отношениях. Утверждение митрополита Илариона примечательных в нескольких отношениях. Во-первых, митрополит Иларион рассматривает артикофалию как результат процесса принятия решений, в котором должны участвовать все экономические поместные черты православного мира. Во-вторых, он трактует все православные соборы как органы, которые должны нести ответственность за подтверждение автокефалии. В-третьих, он отмечает, что в прошлом соборность или синодомность не была средством принятия решений об автокефалии. Наблюдение привлекающее внимание к тому факту, что Всемирный Православный Собор представляет собой отход от практики последних столетий. Глобальная Православная Соборность является чем-то новым. Это проект, а не установившаяся традиция. Во-многом это импровизация. Однако, во всех перипетиях истории соборов и соборной практики важно иметь в виду этическую реальность собора. Красноречивое свидетельство этой реальностью я обнаружил в журналистике русского соборного движения столетия назад. 14 мая 1906 года, в шестое воскресенье Пасхи, когда Православная Церковь вспоминает отцов Первого Вселенского Собора, русский церковный журналист предлагал своим читателям поразмыслить над тем, что именно празднует церковь этим воспоминанием. Цитирование. «Празднуем ли мы, он спросил, празднуем ли мы одну лишь память святых великих мужей, как угодников Божьих, как носителей нравственной мощи и мужества, как верных рабов Господа, ревностно, даже до крови сподвижавшихся в исполнении Его Святого Закона? Нет. Мысль церкви идет глубже, ублажая не просто отцов, а именно собор их. Церковь тем самым выдвигает перед нами не только добродетель личной жизни каждого из них, но целое начало соборности, в которой должно жить тело церковное, возглавляемое Христом. Через этот праздник церковь хочет внушить нам, что там лишь может развиться истинно церковная жизнь, где есть между христианами и братьями единящее начало любви, и где этой жизнью движет соборная мысль, соборная Бога, а не единомычная власть или решение. Конец цитаты. Любыми словами, факт самого собрания имеет харизму, и неприходящую ценность, когда собрание восхищает в себе красоту общения. Мы должны помнить это, когда отчаиваемся, следя за соборной и общественной жизнью церкви в наше время. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТИЕ 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 ГОЛОДИСМЕНТИЕ ГОЛОДИСМЕНТИЕ И ГОЛОДИСМЕНТИЕ Я хочу сказать, что консилиаризм grew after the celebration of Rucco Palazegno, the consecration of the bishops in the ancient church. This helps me in understanding the history of this great issue. Anyway, and you stressed about the polarization between conciliarism and primacy. Anyway, I'm a Catholic, and from my point of view, the primacy of the bishops of Rome is not an antagonism with conciliarism. Because even though we have the primate, the camp, actually standing alone beside everything, we celebrated 22 councils. Watching the history of Orthodox Church, beside it, belonging to the Orthodox Church, I see how, no, I find a tension between the idea of autocephaly and conciliarism. So, how did this idea, autocephaly, grew in history? How did it appear in history? Because we have no trace of this in the ancient texts. Да, отец Павел спросил о, первое, о некоторой иронии в циркотной истории, а именно, что православная церковь считается сопроводной, католическая, римская, римская, римская католическая церковь считается пренсориатской, но, как не иронично, что у католиков было уже 22 больших всецирковных, всецирковных, всецирковных соборов, и до последнего месяца в славном мире не было никакого всецирковного собора с 8-го столетия, как не инголизма. Это, о ней можно долго думать и обещаться. Но его второй и главный вопрос относился к автокефалии. Не правда ли, что есть напряженность какая-то между автокефалией и соборностью собора, потому что автокефалос, каждый термин звучит противно, противно, да, с точки зрения соборности, да. Моя глава, да, нет, да, нет, да. Это даже с теми проблематически. По-моему, я не большой знаток от этого предмета, но, по-моему, возникновение и развитие автокефалии в православном мире – это результат прекращения соборной практики. Прекращения соборной практики. Проблемы накатились, решения были нужны, кто-то должен был решить, ну, какой-то предоставитель, принимают ответственность за решение его в своем местности. И так автокефалия начинает свою жизнь, реальность. Так что беззаменительно, по крайней мере, для меня, рост соборной практики в современном православии означил бы уменьшение, смягчение автокефалного принципа православия. Это спектролация, потому что автокефалия очень четвертая украина. Ну, спасибо за вопрос, это было очень полезно. И я имел в виду что-то сродное с вашим мнением. Когда я читал цитату от Илариона, от Илариона, потому что беззамене есть упражнение здесь между идеей автокефалии, идеей соборного упражнения. Что же все-таки делать в этой ситуации? Что же делать в такой ситуации, в которой вы проиллюстрировали? Если одна или две церкви среди многих людей не согласны с судом, мы не можем их просто проигнорировать, мы должны учесть их в ней. Они не хотят отступить до своего уровня и принять консенсию, не свой благотворительный. Что делать? Что делать? Да. Я американский депрископальный христианин. Я живу в штате Индиана, где живут много квакерских общин. Квакеры. Не знаю. Я право сказать квакеры. И они самые опытные люди в деле консенсуса. Как жить в общине консенсусом? Если бы консенсус уравнил единодушие, ничего не будет. Это абсолютно невозможно в общине существовать без решений. И если каждый человек в общине имеет вето, то ничего не может случиться. Решение. Решение – это «standing aside». Когда человек видит, что собратья согласны в большинстве, в большинстве, в большинстве, в громадном состоянии, то продолжать своё сопротивление было бы ущербным духу общения вообще, святому духу, который вводит общение. В квакеризме каждый человек вносит святого духа в его сердце. Но это не значит, что каждый человек всегда знает, что хочет святого духа. Надо быть смиренным. Надо быть смиренным. И когда вы видите, что дух идёт по тому направлению, даже если вы не очень понимаете этого, он вам сделает не ответственность, не ответственность от своих взглядов, от своего мнения, но сделает стоять в стороне, не быть помехой духу. То есть принимать этот момент как суждение над вами, может быть, или будет призыв к вам служить общению этим способом, своим самоотвречением. С этой духовностью консенсус уработает. Без неё, конечно, это не случилось. Спасибо. Да. Я мог бы сказать, больше неформально у нас в Индии есть квакерский колледж, как у маленький университет, он квакерский. И очень интересно, как они делают решение. Каждую деталь, они осмысливают собор, но здесь в практике светово. Я ношу святого духа в моём сердце, святого твоя. Нет, это совсем не бывает. Согласен. Мы знаем из писания и из практики жизни ещё Ветхого Завета, и не только Ветхого, но и Нового Время, что именность такая, так называемая, патриотхальная практика, когда был патриарх, в широком смысле слова, Авраам тоже патриарх. И когда какое-то сообщество рассматривает как некоторая большая семья, то Авраам не спрашивал каждого члена своего большой семьи, как ты думаешь, он принимал решение. И ему как-то доверяют. Ты имеешь право это решение принимать. Эта патриархальность, она существовала в древние времена, в традиционных обществах разных, не только в церкви. Но сейчас мы имеем другую тенденцию, это демократическое. Права каждого одинаковые. Можно ли сказать, имеется ли следование перехода между патриархальным обществом и как в них принималось решение, и к демократическим обществам, как в них принималось решение. Как это может совместить с этой темой, которую мы рассматриваем? Спасибо за этот вопрос. Я отвечу тем, что я скажу вам, что завтра в моем докладе существует и православной церкви теории в Соборевске. Я прокомментирую именно этот момент. Так что я предотвращаю немного об этом сегодня. Но, как вы ясно видели, это очень-очень явный вопрос возникает в свете того, что я сегодня уже сказал. Да, это серьезная проблема. Как черты должны, каким образом они могут прыгнуть из патриархальной системы, которую все мы, конечно, практиковали в свое время, к какому? К демократическому? Это проблематично. Это не демократично. Ну, это значит, что церковь должна остаться патриархальной, потому что это не к чему. Может быть, я не знаю, если у меня для вас сюрприз, но мы продолжим вот это существенное вопрос. Окей? Хорошо. Я думаю, что церковь, я думаю, это не к чему-то политики, и не к чему-то биологии. Потому что, если у меня политики, это никогда не бланка или нет. Да, или нет. В политике, есть декресы вещества. То есть, мы можем понять, что политика будет принять 51%. Но теологически, мы не можем думать, что есть декресы вещества. И так, теологически, мы вещество вещества или нет. Это, например, в рэзерном-рэзерене, Он создает политический вопрос и теологический вопрос. А с английским рейтингом уехали Европей с каким-то вопросом, который тратит политический вопрос как теологический вопрос. Мне кажется, что проблема важная, которую вы затронули, касается различия и взгляда на ситуацию единодушия и достижения множественности согласия. И по сути это вопрос о политическом и богословском. Потому что если мы говорим о политическом, то в политике никогда нельзя провести раздраничение на белое и черное, правильное и ошибочное. Всегда существуют градусы правильного. Поэтому, когда голосуют 65%, это не значит, что остальные ошибки, но существует градус того, что общество принимает как правильное. В то время как в богословии, когда принимается какое-то решение, нельзя сказать, что оно лишь частично правильное. Он претендует на то, что он будет правильным или нет. И на самом деле в наших обществах часто существует подмена одного взгляда, другим. Например, если рассмотреть вопрос Брексита, то это был политический вопрос, который был во многом в богословии. Он в большом плане воспринят как бы господский. То есть реакция была такая, что приняли правильное решение или неправильное. В то время как 51% свидетельствует лишь о каком-то градусе, который дальше надо анализировать. Если мы говорим о том, что решение должно быть принято по мажоритетному принципу, то есть просто большинство, но это значит, что мы допускаем, что возможно пропаганда, агитация, манипуляции. Спасибо. 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 Я был очень поражён о том, что Вы, как епископальный христиан, говорили о этических чертах синодалности. И у меня вопрос. Вы думаете, что этика синодалности так важна, так интересует православную церковь? Потому что я никогда слышал об этом мнении только из Вас. Второе. Этика синодалности значит возможность для синода выражать единство церкви и продолжать выполнить ее миссию. Но когда вопрос о автокефалии так важен, это не противостояние. Потому что вопрос о синодалности значит, что мы продолжаем строить структуру церкви с способом противостояния единства. Исторически всегда противостояли единства церкви. Мне кажется, наверное, я чуть-чуть колоксирую, но мне кажется, это противостояние синодалности и автокефалии как главный вопрос нуждает решения. Вопрос, который отец Павлов уже поставил. Об этом я согласен, что автокефалность и синодалность противоположны. Я не хотел бы быстро сделать такое заключение, но есть яркая напряженность между этими двумя принципами. И это большая задача православной экклезиолога в ближайшем будущем или даже в ближайшем прошлом, потому что неясность от этого почти чуть не нарушила недавний собор. Отсутствие Москвы от недавнего собора было примером неясности, нерешенности о том, что такое истинно православная экклезиология. Что касается вашего первого замечания, да, вы правы, этика соборности, этика соборной практики. И даже синодалность как-то такая, это предмет получал очень слабое обсуждение, православной богословской литературы в течение 20-го века, то есть после революции. В неокартистике, в неокартистическом богословии нет богатой литературы, на синодалности. Но я нашел что-то. Статья Шмямана – это классика, но очень короткая сравнительно статья, но это моя классика. И есть другие такие памятники, но вообще неокартистические богословы мало писали о синодалности, о соборности практически на территории. Почему они могли так делать? Потому что фактически белого собора. Почему обсуждать то, что не существует, то, что не происходит в вашей среде? Но сейчас дело кажется другим. Сейчас соборная практика возобновляется. Медленно, верующие тела, но поздравляют, что не забывают, что православные богослови молодые, будущие богослови в зале должны принять вперед. Вот это, это новый свежий материал. Я истинно на этом консультацию. Спасибо.